Дорогие друзья, уважаемые трейдеры, всех приветствую. С вами Педор Амраук из клуба трейдеров Картель. У нас сегодня еженедельный обзор рынков. Мы разберем ситуацию, которая есть на рынках. На фоне новостей что-то возможно изменилось. Какие есть предположения по основным активам у аналитических банков и фондах. Это тоже мы разберем. Если будут какие-то анализы, новости, об этом поговорим. В целом разберем ситуацию на индексах фондового рынка США. Переходим в порекс пара. Разберем основной порекс пары. И также криптовалюту рассмотрим. Какие там есть перспективы, когда уже время переходить к холдинг и холдить, как говорят. Или же пока еще время спекуляции не закончилось. Все это мы разберем. И исходя из того, как говорят ресурсы информационные, статистические, тоже мы обязательно будем делать определенные, сделать определенные выводы относительно разным инструментом. С прошлого раза, как вы помните, у нас дело шло, речь шла о развороте на рынке, на фондовом рынке США. Речь шла о импульсивном ретесте локального дна минимума. Отметки 4300, 3800 по S&P 500 были нашими целями, о котором мы говорили по поводу завершения спекулятивного цикла медведей. Где может завершиться нисходящее движение, возможно на время, возможно на средний срок. Это ситуация, которую мы, кстати, наблюдаем на S&P 500. Как вы видите, 4800 практически до мы даже не добрались. Это была конечная цель спекуляции медведей. Мы, конечно, не добрались. В районе 3850 остановились. И восходящая коррекция, за которой мы, кстати, сейчас наблюдаем. И, как и с прошлого раза, предупреждали две недели назад, неделю назад. Касательно того, что Федеральная резервная система не будет подавлять рынки. Армагедонили, и не до Армагедонили некоторые аналитики. Федеральная резервная система не будет ужесточать монетарную политику, так как мы ожидаем, так как аналитические всякие банки крупные и фонды об этом заявлять в цели того, чтобы просто рынки подготовить и риски снижать, чтобы заложить ожидания какого-либо ценового движения. В данном случае, восходящего. То есть, обката. Точнее, обвала. В рынках они заявляют о некоторых неоднократных повышениях процентной ставки и так далее. Но, как и мы предупреждали, как бы это движение будет не сегодня, не сейчас. Это движение начнется, когда все с рынком труда США будет хорошо. Но рынок труда США пока не собирается восстанавливаться. Нужно эту ситуацию еще проверить где-то в течение месяца-полторы. Потому что рынок труда США должен был столкнуться с проблемами, которые перевели бы, довели бы федеральную взаимную систему не повышать процентную ставку. Потому что, как говорится, если проблемы с рынком труда, то уже с течение монетальной политики это не самая лучшая идея для того, чтобы поддержать экономику. этого пока еще не произошло. Рынки спекулировали до целевых отметок. Мы, кстати, переходим дальше и посмотрим на Dow Jones сразу же после S&P 500. Посмотрим, на каких целевых отметках Dow Jones спустился. Индустриальный индекс фондового рынка США. Локальный минимум был прорван. нисходящее движение до отметки 3000. Не дошло. 3200 была конечной целью по факту. И его ретест, возвращение на этой отметкой, скорее всего, за хорошим знаком, пока еще движение и на S&P, и на Dow Jones, к сожалению, импульсивное. Стоило бы дождаться последующей консолидации, чтобы войти. По поводу Настака и по поводу индекса технологического гиганта и технологических гигантов США. Рассмотрим. Целевая отметка была в районе 12 тысяч. И возвращение на 90 тысяч тоже достаточно хорошая новость. Рамки консолидации точно так же, как и по должности, точно так же, как и, наверное, для Настакан. 12 тысяч, 13 тысяч. В рамках этих отметок, в рамках этого диапазона, этого боковика, скорее всего, движение консолидационное будет продолжаться. Это касательно фонда рынка США и касательно дальнейшего движения фонда США, пока не будет проблем с рынком труда США и пока он растет. Вероятность того, что Федеральная независимая система все-таки будет по чуть-чуть убрать баланс облигации. Каким образом? Уже встречать монетарную кодеку. Не сразу, через повышение. Проценность ставка достаточно велика, что создаст нисходящий тренд, умеренно нисходящий тренд по СНП, по другому, по наступлению. Но это не внезапный резкий обвал, кризис и так далее, как его называют. Начнем Forex пары. Я думаю, что лучше всего начинать уже с экономического календара сегодняшнего дня, завтра и послезавтра, в середаче четверг и пятница. Посмотрим, что нас ожидает по экономическому календарю, какие данные, как они повлияют на курсы разных основных валют, которые мы будем сегодня разбирать. Сегодня число будет выданных разрешений на строительство. И, как мы видим, тут есть вероятность того, что оно будет снижаться и это не очень хорошо для курса доллара США. Мгновенно, моментально может плохо повлиять. В Канаде, если позволили из потребительских цен миграционных, как говорится, релиз, снижение почти на два раза не очень хорошо для канадца, но в случае, если нефть будет сильным смотреться, то можно не переживать за счет канадцев доллара США. То есть, доллар США к канадцу. Соотношение цен. И запасы серого нефти, у которого будет очень большой, большой прям сильное снижение. Ну, то есть, оправдание этих прогнозов достаточно хорошо может повлиять на цену нефти. Поэтому, исходя из этого, я думаю, что наши канадцы тоже можно сегодня не особо переживать. Естественно, в случае, если Канаде где-то на дне болтается, то лучше там просто найти люфт для стопа и через лимитный ордер. Мы сейчас здесь будем рассмотреть, посмотреть, что там вообще по цене канадца, по доллару канадца. 15.10 в рынок. Завтра в четверг Австралия. Доллар США 15.30. С числа первичных заявок на получение пособия по возработице. Идет на снижение, очень-очень умеренное снижение, такое умеренное восстановление рынка труда. И настолько умеренное, что можно сказать, что папа на месте стоит, но насколько она будет вот так вот держаться далее, я не знаю. Я, честно говоря, не знаю. Индекс производственной активности от ФР. Вот это РФРД. Снижение по доллару. Возможно, на определенное время. Моментально поддавление курса доллара США. Продажа на вторичном рынке в США, если обращать внимание, если в этой неделе данные не очень положительные. То есть, несмотря на это, кстати, в прошлой неделе тоже достаточно была такая ситуация, не очень хорошая. Но при этом доллар рос на фоне просто повышения, ужесточения монетальной политики. И мы разберем курс индекса доллара США. Я думаю, что сильно пока еще в развороте. Мы просто предполагались в прошлой неделе, что мы как бы приближаемся к развороту, к некому приторможению восходящего движения по доллару, несходящего движения приторможения, несходящего движения по индексам США. Ну и этот тренд вроде уже начался. Насколько долго он будет продолжаться. Это тоже вопрос стоящее. Так. И начнем Forex пары с курса доллара США. Ситуация на дневном тайм-время и разворот, о котором мы говорили с прошлой неделе. То есть, с прошлой недели у нас был либо приторможении этого роста. Сейчас я проверю. Какая же это была дата в прошлый раз? 11-го числа или 12-го числа. Это предыдущая встреча наша с вами. Ну да, приблизительно. То есть, мы находились перед вот этим всплеском, о котором мы говорили. То есть, во время прошлого эфира, прошлой видеозаписи, мы предупреждали о возможности некого спекулятивного движения покупателей. Могут это вот на дневном тайм-времене. И последующий разворот. И, возможно, последующий переход вообще цены в нисходящий тренд. То есть, весьма похожа ситуация расширения волатильности. Очень хороший сигнал для этого. И вероятность того, что у нас будет дальше спекуляция продолжаться в течение этой недели, а только с остающей недели начнем уже развернуться, то это тоже возможно. Если в ближайшее время нисходящее движение доллара до конца этой недели, в течение ближайших сессий, будет сильно резким, и в течение, там, не знаю, ближайших часов, ближайших сессий мы доберемся до отметки 100 или там хотя бы 101, то это сигнал того, что консолидация вряд ли все продлится, или же даже укрепление доллара США. То есть, по факту, общее движение, общий тренд будет восходящим и не будет никакого изменения. Мне кажется, потому что, не добираясь, не добираясь даже до терапии, как 102, скорее всего, последняя поддержка, которая может протестироваться, мне кажется, что мы сейчас опять приближаемся к фазе восходящей спекуляции. Спекуляции, то есть, бычьей спекуляции весьма возможны. И, ну, есть тут дивергенция, возможно, она уже сработала, то есть, вот это движение, возможно, уже результатом, является результатом вот этой дивергенции, потому что вот максимум, 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 максимум. И расхождение между линиями осилятора с анационами. Ну, и вот его результат. То есть, не особо могу ставить на сильный длительный, сильный длительный восходящий тренд для доллара, или же восходящий тренд для индекса, по индексам фондов рынка США. Поэтому консолидация, это максимум, что можно тут предвидеть, продолжение консолидации и, в общем, продолжение движения в фазе, вот в том фазе общего тренда. То есть, для доллара это восходящий, для индекса США это нисходящий. Вот такой умеренный нисходящий тренд для индексов и для доллара, естественно. Поэтому вот сценарий разворота еще мы, наверное, откладываем. Несмотря на то, что мы частично его получили и в этот раз, и в прошлый раз. Но, обращайте внимание, 102 и 101 в итоге являются отметками, за которыми нужно закрепиться, чтобы можно было уверенно говорить о разворотах и там сельско-сройке. Для этого нет, на самом деле, ни полуповода. Рынок труда, мне кажется, решит весь этот вопрос, если будет сильный ухудшение ситуации на рынке труда США. Опять же, в прошлый раз причиной была COVID. В этот раз, какая может быть причина этому? Могут ли санкции как-то повлиять? Санкции против России. Эффекты от санкции против России. Точно так же и эффекты, которые в целом пока оказываются на рынке перепринятия какого-либо решения. Могут закладываться моментально на акционах и могут в итоге, по итогам релиза последующих уже экономических индексов, оказать еще дополнительные идеи на рынке. То есть, я не знаю, насколько на самом деле санкции против России окажут давление в первую очередь на рынке, на фондовый рынок Европы и насколько она будет еще сильнее оказывать давление в будущем. И я думаю, что это все решит, опять же, длительность этой войны, которая пока еще идет. Поэтому, все равно, сильный пессимизм касательно рынка США, это тоже нелогично пока европейский рынок, но в самом лучшем состоянии. Переходим в евро, в доллары и разберем уже коррект споры. Так, движение в тоннале достаточно умеренное по евро. Была некая историческая поддержка, которая, кстати, пробитая, или же сейчас тестируется. Вот сейчас она тестируется, кстати. Как-то, в том, где мы находимся 1.0503. В этот, скажем, диапазон исторической поддержки. Мы протестировали, мы протестировали 1.3, но мы очень импульсивно поднимаемся. То есть, насколько можно ставить на вот-вот-вот ближайший переход, вот это вот, то есть, начало сценария разворота, который мы так предупреждали 2 недели назад. Мне кажется, пока еще рано, можно получить некие еще, во-вторых, спекуляции со стороны медведей. Но тут есть, опять же, сигнал у самого инвестинга по поводу продолжения роста. Вы имеете в виду, что движение между 1.08, 1.04 и 1.02, приблизительно 1.07, 1.03, то есть, минимума до локального сопротивления. Это движение, которое может осуществиться, то есть, ретест локального сопротивления. И потом опять еще одно снижение. Это все в виде вот рупора, то есть, расширяющейся формации, которая является как раз сигналом разворота в среднем сроке. Но пока такое движение. Вероятнее всего, то есть, спекуляции продолжаются, мне кажется, 1.07. И его ретест, скорее всего, будет сопровождаться последующим разворотом и приторможением вот этого, вот этой коррекции на среднем. Скорее всего, по фунту тоже в ближайшее время такая ситуация. 1.24, 1.22. 1.24, при том, что это не исторический минимум, это просто такой зеркальный диапазон достаточно, от которого отбились вверх. Очень хорошо, то есть, ну, как бы это совпадает с нашими передающими прогнозами, вот это приторможение спада здесь по всем фронтам евро, фунта, австралийцев, звонок, потому что сейчас посмотрим. Это очень хорошо, потому что, как бы, ну, это было, об этом и говорилось с прошлого эфира. Но насколько эти движения пока еще, то есть насколько эти движения сильные, пока еще невозможно говорить. 1.26, 1.28 максимально, я думаю, что эти сопротивления не дадутся, не расти сильно. А мы по итогам его ретеста получим разворот, как импульсивные полученные тесты этих двух отметок, вероятнее, что мы получим более длительную консолидацию, продолжение вот умедленного такого спада. Пока еще. То есть, первый этап разворота произошел, первое, как говорится, первое касание и отпой произошел. Посмотрим, может, до второго до третьего касания дойдет, потом цены уже развернуты. То есть, мы сейчас говорим по поводу касания цены к локальной поддержке, даже исторической поддержке, которая есть там у евро. Видно его на фунте, как диапазон зеркальный на австралиице, на вазеландце. Сейчас посмотрим. Так, вот, Грузиль. Грузиль, Грузиль. Есть. Австралии. Ну, это, чтобы история загрузилась чуть-чуть еще. Локальная поддержка 0,70, о котором мы долго говорили. То есть, это есть психологическая отметка и разворот от психологической отметки. Мы получили его пробой. Естественно, цены дошли до следующей целевой отметки 0,68. То есть, за этими сроки. Но, котировки сейчас, в данном случае, опять тестируют этот отметку. Возможно, это просто ретест снизу. Возможно, это говорит о том, что цены могут просто консолидироваться дальше. Не сильно падать, не сильно расти. Но, в целом, исходя из того, что очень сильный, импульсивный всплеск, уже мы получили восходящий до момента ретеста этого, до психологической отметки. Я думаю, что дальше можно просто ожидать снижение амплитуды, которое у насчетовалось в сон-таймфрейме. Будет его видно, как оно как раз его видно. Снижение амплитуды и вероятность последующего разворота. Тут, кстати, была очень красивая, ярко выраженная конвергенция между минимумами недель с линией осциллятора того же масштаба. На дневном таймфрейме, по-моему, на дневном таймфрейме тоже можно было его видеть. Сигнал разворота. Так, стало очень-очень трудно грузить. Дальше приходим к новозеландцу доллару. Насколько исторические эти отметки, которые сейчас тестируются? Вот, любезетельно, такая же ситуация, как и с фунтом. То есть, это не исторический минимум, это просто зеркальная какая-то отметка, а дезеркальный диапазон, который тестируется. И вот как раз, обращайте внимание, 0,62 мы получили ретест от исторического, некая историческая поддержка, которая повторялась в 2015 году, тестировалась в 2019 году и сейчас. Здесь же в 2022 году тоже тестируется. Насильный спад, опять же, невозможно. А сильно в спаде в ближайшее время невозможно говорить. Можно говорить только о консолидации. Рамки приблизительно 0,62. 0,66. Приблизительно вот такие вот рамки. И зависимо от того, как цены щупают ближайшие сопротивления поддержек и как они их отработают. Вот мне кажется, сейчас точно так же, как и по всем поры с паром еврофунтов в традиционном зеландце, есть сильное сужение волатильности, то есть, сильное сокращение амплитуды. Сильная консолидация, то есть, тут уже есть вероятность того, что цены сделать еще один спресс восходящий. Но локальное сопротивление 0,65, 0,64,50 это уже последнее для среднего срока, для покупателей, там, в течение ближайших сессий. Наверное, это последние цели, которые могут быть осуществлены. То есть, ретест, который может быть осуществлен. Обращайте внимание, локально мы тут получаем зеркальную отметку в 0,65. То есть, ставить нас сильно длительное власть вообще не очень логично, кажется. Так, мы переходим к защитным активам. Интересно, что с ними. Ждем золото, перейдем к серебру потом, посмотрим, что происходит с защитным активами. Под таким же давлением практически, под какими находится фондовый рынок, очень странная ситуация. Поскольку, как и нам обещали большие фонды, аналитические банки, фондовый рынок может расти в случае, если золото будет под давлением, и наоборот, золото может расти, если фонды будет под давлением. Ситуация, которую мы наблюдаем сейчас, это ретест, очень важная отметка 1800, которая при нашей аналитике за последние, наверное, 2 года, если я не ошибаюсь, при моей собственной аналитике, она была очень важной отметкой. И его ретест достаточно хорошо показывала, как цена дальше будет двигаться. То есть, в данном случае, если локально золото в ближайшие недели не зайдет, ниже там 1750, то ситуация с золотом может быть... Сценарий может быть таковым, что сначала будет консервироваться, а потом снова очередной рост. Для золота нужны разные поводы. То есть, как Банк Китая регулирует своими активами, это в первую очередь. Торговые отношения, может сочинение каких-либо санкций. Но, по большому счету, исходя из того, что Россия достаточно изолирована, и Китай начинает снова возвращаться к мировой арене после такого вида. И достаточно тоже изолирована. Но при этом сотрудничать с Америкой, с США, поскольку очень сильно зависимая экономика Китая от США не позволяет Китаю делать что-либо против интересов США. По факту, она может перехитрить каким-то образом, да. Но в целом, в среднем сроке долгого срока зависимость сильная. Поэтому, если в данный момент, если при правлении Байдена мы видим, что позволяет Китая достаточно хорошо подниматься снова, то особо не стоит верить в сильный рост цены золота, потому что Китай навряд ли перейдет к этим же мерам, как он переходил к мерам сильного наращивания объема золотого фонда у себя в банке, в Центральном банке, позапозапрошлом году, во время коронавирусского кризиса, с начала и конца кризиса, перед уже к концу торговой войны. Сейчас что ждать по золоту? 1800 очень важная отметка. Тестируется, возможно, еще раз будет тестироваться. Единственное, что очень сильно радует, у меня началось в самом тайм-фрейме некое приторможение спада. И... Ну, у нас нету конвергенции, ставить на разворот очень-очень трудно. Тут, вероятнее всего, мы получим просто восходящий канал, некий восходящий канал короткосрочный, и это будет по факту сигналом, приблизительно, ну, каким-то, как и здесь, тем же, как и здесь, приблизительно, некого умеренного роста, за которым следует очередное снижение. То есть, сужение волатильности в будущем, очень вероятно здесь по золоту, перевосхождение дальнейшее. И доллар все равно поддавит золото. Это, естественно, произойдет. То есть, ну, можно здесь тоже не так надолго, но на некоторое время просто рассчитывать на продолжение роста, исходя из среднесрочных таймфреймов, 4 часа вот и 1 минут, например. Перейдем к серебру. Так, с прошлого раза 11 числа что у нас было в среду? У нас был отбой от локального минимума, почти что локального минимума, 21,50. Не сильно долго. Как и было... Как и предупреждали, по факту откат, обвал дальше продлился. Ну, не, конечно, не до 20, но до 20,50. Привязательно, такой же был прогноз по золоту. Можете проверить на прошлом обзоре по поводу вероятности более глубокого спада, то есть, такой спекуляции. А при торможении спада здесь все равно речь не может идти. Только консолидация, цена будет болтаться 22,50, 20,50, приблизительно на таком боковике. Даже очень сильно уровни впереди и сопротивление в виде зеркальных отметок, которые не позволят просто цене подниматься. Подниматься нету просто никакого повода о цене подниматься. Обращайте внимание, что для золота нужен реально хороший повод. Кто сейчас во всем мире в ближайшее время перейдет к сильно резкому уже встречен на монетарной политике. Китай уже этот этап уже прошел. То есть, Китай уже давно этот этап прошел. Вы помните, еще 6 месяцев назад начал снимать пузыря, начал снимать ликвидность и уже встречает монетарную политику. Сейчас у Китая как раз возможность не делать это. как раз Китай сейчас больше за того, чтобы подкачать свою экономику. Мы знаем, что есть некоторые проблемы. Они решают эти проблемы, потому что они пузыры свои сняли как бы не Армагеддон или касательно культового Китая. Это все равно будет расти дальше. Сейчас проблема может быть связана с рынком с очень-очень таким леживым, постоянно леживым поведением федеральной резервной системы, которая постоянно преобувается и будет спокулировать рынками просто. Но они ни в коем случае не перейдут к сильному резкому повышению процента ставки или ужесточению монетарной политики. Поэтому все надежды на Европе, но Европа уж точно не будет раньше, чем США это делать. Поэтому касательно всем защитным активам или же защитным валютам даже, думать о их росте в ближайшее время из-за того, что мы получили совсем недавно, и технически у нас есть очень сильное сопротивление и по золоту и по серебру. Можно только предположить о спекуляции быков в ближайшие там сессии, потому что даже не сессии в ближайшие, ну до конца этой недели все равно это движение, которое смотрит вниз, то есть движение очень сильно смотрит вниз, и я бы никак не обнадеживал ни себя, ни того, посреди того, что золото и рисовый может начать расти. Нужен какой-то, нужно какое-то чудо, вторая корона или не знаю, очередная сейчас в эскаляции геополитики, наверное, чтобы это случилось. Об этом я, кстати, говорю и предверждаю уже последний месяц, то есть для золота нужно вот несколько причин, я не знаю. Паладин, платье и Паладин, если будешь быстро загружать, то я рассмотрю дальше, если ты не будешь быстро загружать, то я приду уже к серебровым валютам, так, хорошо, Паладин. Так, есть Паладин и смотрите, зеркальные отметки, тут тоже, кстати, есть возможность дальнейшей степуляции, тысяча долларов, но все равно поднимо поднимо, поднимо, скорее всего, он держался под эти, под этой психологической тысячи долларов. Ну, люфт, с популяцией быков есть, тысяча долларов, но не в США, вряд ли всего, что мы дальше будем тоже подплатить, подать. Единственное, что Паладин, куда мы считаем, что будем продвигаться, насмотреть цену, санкционный, 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 материал, 2000 стоит в данный момент, но тут технически он смотрится неплохо, с популяцией до 2400 могут дойти, обращайте внимание, а Паладин так же, как и сталь и уголь находятся под сильными санкциями, поэтому они очень сильно, то есть Паладин на самом деле может не сильно падать и просто держаться на плаву в районе 2000, а он, кстати, выше этой психологической отметки находится. Это уже сам по себе сигнал того, что Паладин может реально по-другому себя вести, вообще не похоже на платье, на реализовок или следы. Даже чтобы уже закончить с этими защитными валютами, которые достаточно держат очень равномерный трамп в последнее время перейдем к защитным валютам JPY японец и рассмотрим после японца шейцарских прав, которые тоже являются защитными валютами. С прошлого раза мы говорили о ретесте 130 отметки 130 по доллару. Речь не шла о сильном снижении, но мы говорили о неком сигнале разворота. Она заключалась в том, что мы на дневном таймфрейме и на четвертым таймфрейме наблюдали за таким сильным сигналом дивергенции. Вот это приторможение, которое по факту мы получили за прошлые встречи, со временем прошлой встречи у нас вот это приторможение в росте, которое мы получили. Но ставить дальнейшее снижение очень-очень глупо, даже если доллар не будет расти, иена пока не собирается сильно укрепляться, исходя из политики банка в Японии и в целом экономических целей страны. Целевые отметки были 128, 126, как вы видите, 126 мы не получили, получили только 128, естественно. Тут сильно нас подставить вообще невозможно. В ближайшее время возможно спекуляция, которая будет там цена наверное такая внутридневная спекуляция или тест локального минимум собираются и последующий разворот но сходить на сильный среднесрочный нисходящий тренд вообще нелогично. Доллар свечер ситуация приблизительно такая же 1 отметка 1 и ворот тест и вот цена как и мы из прошлого раза говорили цена просто войдет в консолидацию то есть сначала начнет над этой отметкой колебаться потом зайдет под этой отметки если помните по поводу доллар пранка очень прикольно что мы находились в районе вот под отметки 1 с прошлого раза но прогноз был таким что он начнет колебаться сначала над ним потом подним и ситуация которая кстати не видим очень похоже на прогнозы с прошлого раза сначала мы на отметке 1 колебали потом зашлипот не и голова и плечи по факту уже нарисовалась единственное дождаться последующего нисходящего импульса спопуляции и затем цена войдет опять же в этот же канал то есть тут есть люк для медведей чтобы немножко перепугнули нас до отметки 0.99 0.98 но все равно здесь тоже мы смотрим пока вверх сценарий сильного разворота доллара США я собственно не то что откладываю но я об этом говорил что разворот в виде скорее всего в виде консолидации в виде приторможения движения потому что поводов фундаментального нет в США чтобы сильно падать из документов рынка США чтобы сильно расти поэтому здесь такая ситуация перейдем к серевым валютам начнем с нефти что происходит на рынке серевых валют наверное в курсе наверное знаете очень красиво кстати нефть все таки укрепился далее у нас с 11 числа если я не ошибаюсь у нас осуществлялся ретест психологической отметки 100 и разворот от него было уже как бы сигналом того что мы в рамках вот этой консолидации в которой мы находимся уже несколько месяцев если я не ошибаюсь 2-3 месяца под этим давлением под которым них находится на перевете есть возможность торговли для даже среднесрочных трейдеров поскольку у нас есть очень красивый канал где мы двигаемся с прошлого раза осуществился ретест психологической отнесли 100 долларов и разворот от него мы восприняли как сигнал последующего продолжения роста до локального сопротивления как раз мы видим по мере приближения к этому локальному сопротивлению мы получаем опять разворот и скорее всего дальше нас ждет исходя из сегодняшних релизов по запасам нефти американской фирмы сильный дефицит поэтому ставить на ближайшее снижение не стоит мы можем ставить только скорее всего на ближайшую спекуляцию быков до отметки 114-115 возможно но не принимает не воспринимать это не как сигнал среднесрочного роста ни в коем случае потому что тут нас ожидает еще один еще один этап снижения этому способствует Китай скорее всего поможет с каким образом просто дальнейшим закрытием и локдаунами по всему Китаю который кстати продолжается недавно нашли новые случаи заражения ковидов Северная Корея просто вы должны понять что такие страны как Китай мы кстати об этом предупреждали мы об этом говорим такие страны как Китай и Северная Корея закрытые страны информационные страны которые страдают цензурой тоталитаризмом но вообще не будем экономических сравнивать Китай если это это когда статистику заражения например до ковида не показывали во время пандемии когда шла очень сильная паника о том что это за зараза насколько она будет сильно всех убивать насколько она будет притормаживать экономику эти страны не показывали свою статистику настоящую смертность и заражение и они начали это делать абсолютно они начали это делать при то время когда нефть вот-вот может подскочить до 180 до 150 когда вообще от орган Стэнлэйджа это может да они оба по-моему выводят 180 и выводят 250 250 ну самый большой импортер нефти что поделаешь он не заинтересован в сильном росте цены на нефть и если ОПЕК плюс нифига не заинтересован то есть он как разнообразно заинтересован в том чтобы цена нефти рос если ОПЕК просто руки положил и ничего не делает он наращивает несмотря на всего что происходит сейчас во всем мире несмотря на ужесточение санкций касательно не экспорта в нефть российскую в Европу и газа несмотря на всего этого они не увеличивают объемы то Китай будет этот вопрос решать и Китай этот вопрос решается в пользу по факту можно сказать даже в пользу даже США состоит определенный люфт и помощь этого люфта по факту США и его партнеры могут увеличивать добычу и по поводу этого поддавления цены нефти который сейчас поддавлений если на дневном таблине мы его рассмотрим то вот это называется вот это снижание и давление которое существует на нефти за последние марта с середины марта ну сначала марта с третьего седьмого марта это эффект Китая то есть это эффект это начало техзаявлений о локдаунах по всем по всему Китаю о том что закрываются производства и так далее то есть мощности производственные они идут на снижение и не нужно большое количество нефти для импорта естественно спрос на нефть автоматически будет падать и вот это давление которое мы получаем точно такое же давление было по газу мы по плане нефти закончим просто 110 115 как я ранее сказал диапазон которого мы скорее всего не пробиваем если пробьем то ступеративно пробьем просто интенсивно и затем разве я не это знаю и по газу точно такая же политика у Китая была то есть никто не мог ожидать что Китай просто возьмет и освободит большое количество резервуаров газовых и таким образом создать очень большое предложение мгновенно потому что ему эти объемы не нужны Китай уже снижен очень сильно мощность производственная которая 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 переводила до торговой войны потому что очень сильное загрязнение окружающейся окружающейся люди происходило и так далее и снял снялся этот вопрос снятием Трампа снятием по факту воспаления торговой войны потом многие вопросы снились и и по газу получилась такая ситуация на котором даже честно говоря я не думал что настолько сильно будет спад но наблюдалась некая дивергенция на ситуацию на тайм прям если вы видите и по факту мы ждали некого максимально там просадки до 7 и 50 ну не 6 и причина очень интересная Китай берет и просто освобождает большое количество резервуаров вот вот и что по газу можно добавить 8 50 пока еще нет скаляция в военном положении Россия Украина и наверное в ближайшей неделе скорее всего будет такая ситуация что будет в течение ближайших двух недель вероятнее всего так говорят аналитики военные о том что будет какой-то перелом в ходе войны каким он будет исходя из поверхностного аналитиза касательно ленд-лиза для Украины говорится о том что скорее всего будет очень мощный контрнаступление и зачистка украинской территории от российской оккупации до тех территорий которые после 2014 года были оккупированы куда пока не долетает ни одна не один украинский снег да то есть перелом каким может быть на самом деле это уже частично 50% решитель геополитика самой России то есть насколько быстро они проснутся насколько быстро они дискорируют ситуацию это тоже может повлиять на рынке в том плане что не приведет к сильному росту цены газа опять же у газа есть всегда до роста в последнее время касательно из-за энергетического кризиса то есть любая газовая санкция любая газовая санкция против российского гана к чему уже подключаются все страны это не это все равно не даст газу снижаться в данный момент сегодня 9 долларов 8 50 не за горами они могут протестироваться вообще не за горами и даже 9 50 а но сильное сужение волатильности вот это вот этот канал нынешний ретест локального сопротивления просто создаст некого сомнения что 8 50 скорее всего его ретест упадет до 7 50 но затем поднимется все равно то есть дойдет до 9 до 9 50 то есть приблизительно вот такое движение весьма вероятное нежели снижение цели вот и обращайте внимание что любая эскаляция ситуации геополитическая касательно войны продолжается может очень хорошо повлиять на ужесточение санкций естественно это придет к росту конечно росту цены так у нас по энергетическим активам почти мы закончили осталось там доллар в Канаде самое интересное мы его разберем потому что корреляция очень хорошая с нефтью с долларом США то есть по поводу мы рассматриваем индекс доллара США к индексу нефти вот разницу доллара США Канады и на 4-х часовом таймфрейме с прошлого раза что у нас вообще было среди нефтью числа было некое расхождение волатильности я не помню прогноза с прошлого но мы получили разворот после пробития максимума и перед тем как мы получили этот разворот мы получили сначала расхождение волатильности в виде расширяющейся формации вот здесь то есть это очень классный сигнал разворота насколько сильно нефть вырастает будет расти опять же это тоже много может быть что мы получим приторможение сокращение амплитуды в районе 1.28 1.27 50 то есть прилипетель этих отметок просто приторможение спада на некоторое время и разворот опять же некий умеренный рост это очень сильно зависит рост доллара США это очень сильно зависит падение нефти в случае есть и это произойдет потому что технически есть повод для этого но насколько для этого есть повод фундаментальный надо смотреть новости пока еще пока еще ковид восточной Азии продолжает убивать очень странным образом когда во всем мире никого не убивает то есть мы новостей не слышали то можно предположить что нефть подогнением то есть ставить на сильное снижение доллара США к нации пока еще невозможно 1.228 пусть пусть решит куда дальше цена будет двигаться сильное снижение амплитуды под этой отметкой сильный импульсивный ретест этой отметки все равно что мы получим дальше разворот и укрепление или же хотя бы консолидацию поэтому 1.228 пусть будет наш нашим ориентиром и переходим к самому интересному биткоин и эфириум если вы наблюдаете за нашими новостями за нашими постами инстаграм в телеграмме у нас бывают разные статьи разные новости некоторые аналитические касательно прогнозов которые есть по биткоине по эфириуму если наша собственная аналитика с прошлого раза у нас была сражение амплитуды над трех тысяч 30 тысяч по биткоинам некоторые аналитики говорили о ретесте там 15 тысяч некоторые очень известные естественно даже критики даже не критики а то что цена может дойти до 15 тысяч или там до 20 наш прогноз был минимально 27 то есть ретест целевая пункта 27 максимум 25 естественно мы не получили 27 тысяч и нынешнее укрепление но слабо и 33 тысячи 35 тысяч вот это диапазон который нужно на самом деле укрепиться если пока этого не будет цена скорее всего будет дальше колебаться в рамках нисходящего канала и возможно даже будет скопулировать до отметки 23 тысяч 25 тысяч поэтому дальше я собственно думаю что 25 23 не за горами они могут протестироваться в будущем по биткоинам по биткоинам по фирму за последние несколько недель очень переконно получились обзоры достаточно хорошо совпадали прогнозы с реальностью 1080 целевая отметка точно его и мы протестировали с прошлого раза у нас было колебание в районе психологической отметки 2000 и максимальный люфт без кокуляции у нас вставляли до отметки 1800 как раз в результате отметки последующие укрепления но не очень сильно мы здесь не будем ставить насильно продолжение долгое продолжение роста особенно если у нас в ближайшее время произойдет какая-либо скопуляция при жрите с 2200 например интенсивный подход к этим отметкам это будет очень хорошим сигналом для продолжения распродажи 1800 1600 тоже ими за горами но это все-таки 1800 1600 это отметки которые являются историческими минимумами то есть они нужны для окончательного ритеса для того чтобы рынок уже вернулся в нормальную жизнь чтобы можно было холдинг то есть по поводу холдинга биткоина многие инвесторы говорят что по поводу того чтобы его войти в него как инвестор то есть не скакурировать а именно инвестировать в него где-то в районе 15 тысяч кто-то о 20 тысяч говорит то есть естественно ситуация здесь для эфириума в районе там 1000 1400 на самом деле но мы более консервативно берем и говорим там под 1800 1600 с теста спасибо что посмотрели надеюсь вам понравился в случае если будут вопросы или же комментарии пишите под не забывайте обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик чтобы не пропустить наши последующие эфиры у нас в этом онлайн эфира с участием интересных аналитиков также трейдеров тематика очень разная и лучше не пропускать эти онлайн эфиры возможно вовремя увиденный эфир поможет вам при торговле в этот же день или возможно в завтрашний день поэтому не пропускайте наши эфиры особенно если есть у вас онлайн эфиры они очень полезны подпишитесь и нажмите на колокольчик чтобы не пропускать эти эфиры спасибо большое за ваше за ваше внимание берегите себя до следующей встречи всем хорошей травли пока пока